Вы видите возможность большой войны в Европе? Сначала Украина, потом Европа? Нет. Слишком комфортно мы живем. Комфорт это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить, завтра война, и надо в землянку сесть. Как-то у нас в Беларуси. Да сядем. Нам-то не привыкать. Это вам не привыкать. А американцы не сядут. Они далеко. Об этом и речь. Для них-то счастье, если Европа взорвется. Об этом и речь. Это первое. Это просто на человеческом уровне. Второе. О, ДКБ что показало? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манш. К нам через Ла-Манш переплывет наш хуни, этот потлатый наш друг. И скажет, ребята, они это знают. И вот в чем ценность ДКБ? Что мы показали. Мы-то там сил сколько у нас было, всего ничего. Но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. Мы зачем? Мы возле Алматы, а Путин, Нур-Султан взяли аэропорты под контроль. Тебе же понятно, почему их взяли. Потому что мы же пешком бы не пришли туда. За тысячи километров в течение нескольких часов после нами принятого решения, мы с Путиным почти ночь обсуждали эту проблематику. Там сели наши войска. А в Европе будет проще. Они что, этого не видят? Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать. Прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Понимаете, нас не трогайте. Так они хотят, чтобы мы не в Европе воевали, а они хотят, чтобы мы с Украиной воевали. Понятно. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показываются теми автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем. Я не в том возрасте, чтобы с деревянным автоматом бегать. Я как-то это вообще... Ну вот так они тренируются. Я советский человек. Я привык, что даже на уроках НВП у нас было настоящее. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул. И ребята, ребята.